шалом уважаемый с вами снова авиамеханик и это 30 выпуск видеоряда перекличка и посвящен он будет моему любимому по своему любимому мопеду которую началось коллекционирование java 551 дробь 02 я в это спорт я в это спорт выпускалась с 1 1950 вернее 59 по 1962 по другим источникам 63 года на заводе в чехии под прагой я не помню точное название как города где этот находился завод и был усовершенствованной модификации базисного мопеда java 551 я в это какие же отличия получил данный мопед от стандартного во-первых что бросается в глаза это топливный бак увеличенного объема до шести с половиной литров вместо 2 и 8 как что который шел в стандарте бак теперь не располагался внутри вот этой части рамы он был при помощи дополнительных креплений сверху далее следующее нововведение сиденье из спиненной губки раньше на его эти стандартов применялось сиденье тип по типу велосипедного как на нашей голове там куча пружинок все дела то есть трубку оставили вот если присмотреться есть трубка крепления и задней частью вот они крепежи через специальные прорези крепилась багажнику конечно минусом стало то что часть полезная багажника была потеряна но зато получилось комфортная посадка как для названия спорт следующее нововведение коснулся двигатель он остался 50 кубовым но на нем применили карбюратор с диаметром диффузора на 1 миллиметр больше по моему там уже стоял 12 миллиметров или 13 там ну разница в миллиметр между стандартом и обороты номинальные возросли до 5000 вместо четырех с половиной коробка осталось перед той же самой глушитель тип сигара оставался тем же самым рабочий ход диаметр пошли оставался тем же самым трех кольцовый сцепление на коленчатом валу кстати а истории со сцеплением на коленчатом валу будет представлена в отдельном видеоряде расход по моему в районе 2 2 и 2 на сотню километров при скорости 30 километров в час максималка была в районе 50 спидометр в обратную сторону здравым смыслом с ограничением на 60 километров у в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подвеска передняя рычажного типа Двумя независимыми рычагами Очень подлая подвеска Задняя Механическая тоже была пружинная С моноамортизатором Который вы можете увидеть Открыв рычаг Бардачка Кстати, этот тип подвески Из данной вилки достался По наследству от Явы 550 Пионер С правой стороны Цепь защищалась Специальным декоративным кожухом Который защищал нашу цепочку Исманскую от грязи, воды Которая ее благополучно вымывала Вот справа располагался, кстати, крепление Под насосик Так, шины 2,25 на 23 дюйма Ну, на наш перевод Это 2,25 на 19 дюймов Это там есть разница Между европейской Американской Стандартизацией Руль и механизмы управления Что правая, что левая ручка Имели ползункового типа Приводы Как газюлька Так и переключение передач Вот вы видите Удобные подсказочки Выжимаем сцепление Там специальные пропилы на руле были И ползуночек тянет наш тросик И переключает две наших передачи Удобный декомпрессор по-своему Удобный читабельный спидометр Переключатель Свет включен Заглушить мопед Ближний, дальний и клаксон По-своему звонкий был В общем-то удобное управление Электрооборудование 6-ти вольтовое Генератор переменного тока Как и у стандарт Двигатель ЯВА 551 Тот же самый Переключатель справа на руле Очень интересно была реализована Подсветка спидометра Если посмотреть фару Вот видите, есть вон прорезь Свет от лампы накаливания Поступал на специальное окошечко И подсвечивал спидометр Очень уникальное решение Мне по-своему оно понравилось Вообще ЯВА это Умело очень интересную раму Вот это все Штампованная рама Двигатель Он же является креплением Нижней части Вилки задней Вон там в картере Сейчас покажу Вон увидели, да? Крепится вилка задняя И крепится к раме При помощи 4 шпилек Все Вот тут вот в раме расположен Интересный большой пластиковый фильтр Карбюратор Кстати, карбюратор Падающего типа Поток падающего типа Не горизонтально, а вертикально Хотя поплавковая камера стоит Вертикально Не горизонтально Как бы думалось Ну, свои приколы Вот вы видите Трубочку для слива конденсата Двигатель Со слов предыдущего хозяина Очень тяговитый И его невозможно было перегреть Из-за того, что Имел такое горизонтальное расположение Во-первых, минимальные вибрации были По своим ощущениям Как помню Пока на нем ездил И Ну Не перегревался У меня, по крайней мере Я ездил, конечно, в холодную пару года Но все-таки Перегрева на нем Не было заметно Куплен был этот мопед В декабре 2011 года И он стал Тем мотиватором для меня Который Возбудил во мне Желание Собирать вот такие вот Уникальные вещи Познавать историю Очень интересная история Будет дальше вам всем Предложена и показана Так что подписывайтесь на мой канал И узнаете больше о том В чем вот именно Этот мопед И этот двигатель Замешан в создании Двигателя Ша-50 Данный мопед Я завещал Одному очень хорошему человеку Который Тоже по-своему Вдохновил меня На все это дело Надеюсь По прошествии многих лет Они получат его В наследство Как приятный подарок Спасибо всем за внимание Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok